Дорожное движение Дорожное движение И может получиться так, что пешеход, выходя на пешеходный переход, может также не увидеть автомобили, которые приближаются. И в случае возникновения аварийной ситуации, когда водитель уже находится вблизи пешеходного перехода, где скорость его довольно-таки высокая, у него просто не будет технической возможности остановить это транспортное средство. До следующей зебры чуть больше сотни метров, а по ГОСТу должно быть не менее двух сотен. Но, говорят в администрации, даже если зебру ликвидировать, пешеходы все равно будут перебегать проезжую часть в этом самом месте, уже скорее по привычке. А это опять-таки не самый безопасный вариант решения проблемы. Хотя какой-либо альтернативы местные власти тоже не видят. Уже и так и сяк прикидывали, как бы убить двух зайцев сразу, и чтобы удобно было и без угрозы для жизни и здоровья. К единому решению не пришли, а посему надеяться водителям пока остается только на собственную бдительность. По факту того, что данный пешеходный переход с одной стороны выходит на выезд из рынка, поясняю тем, что другой возможности расположить пешеходный переход просто не предоставляется возможным. До ближайшего пешеходного перехода с одной стороны и с другой стороны более 100 метров. Что если мы его демонтируем, уберем, то это приведет к неудобству жителей. Обустроить подходной тротвар с одной стороны не представляется возможным. В общем, лучше лишний раз сбавить скорость. Хотя иногда рассчитывать на сознательность самих водителей тоже не приходится. Берем простой пример – проезд перекрестков. Практически перед каждым установлен знак, который указывает, сколько здесь полос. В принципе, в зимних условиях, когда разметки не видно, он очень даже актуален. Но вот незадача. Почему-то даже при наличии такого знака водители автоматически становятся не в два, как к примеру должно быть на этом перекрестке, а в три ряда, тем самым нарушая правила. На данном перекрестке, при подъезде к перекрестку по этой дороге, можно однозначно сказать, что при подъезде к перекрестку будут две полосы. Почему? Потому что те знаки, которые установлены с правой стороны, предписывающие движение по полосам, они четко говорят, что при подъезде две полосы. Где полоса начинается, то есть левая, четко стоит знак. И в данном случае получается, что если водитель хочет прыгнуть налево, то он должен занять левую полосу, а если водитель хочет проехать перекресток направо-право, кто-то встает еще левее. Почему? Потому что, как мы видим, водители почему-то встают в три ряда, пренебрегая требования данных знаков. То есть идет масса пренебрежения, просто-напросто требований правил дорожного движения. И вот возникает сразу вопрос, то есть получается так, чтобы повернуть налево на данном перекрестке, не нарушив правила дорожного движения, получается небезопасно. Потому что если мы встанем, как правило, нам говорят, для повернута налево, мы просто создаем аварийную ситуацию. Потому что с левой стороны водители тоже хотят повернуть налево. И мы с ними начинаем конфликтовать. Понятно, что привыкли, понятно, что так даже удобнее. Но тогда возникает вопрос. Зачем тратить деньги на установку знаков, если их требования все равно никто не соблюдает? С ними или без них? Каждый будет ездить так, как ему удобно. Ведь патруль ДПС на каждом перекрестке тоже не поставишь. Это невозможно физически. Можно, конечно, свято соблюдать правила и становиться так, как требуют знаки. Но давайте представим иную ситуацию. Аварию, к примеру. Безусловно, соблюдение знаков гарантирует правоту. Но в то же время, получается, гарантируют и проблемы. Парадоксально, не правда ли? Ксения Епишева, Григорий Куроптев. Новости нашего города.